МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Метрополия. За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни православной церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 1 декабря в Рязани прошла одна из секций регионального этапа рождественских чтений. Круглый стол, секулярность и церковность, информационная война. Молодежный отдел Рязанской епархии 2 декабря провел секцию рождественских чтений на тему «Христос и его церковь в современном обществе. Молодежное служение». 4 декабря верующие встречали праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. На неделю 24 по Пятидесятнице в этом году, 5 декабря, пришелся первый день по празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. В Христо-Рождественском соборе Рязани верующие молились за божественной литургией, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 5 декабря в Центре подготовки церковных специалистов, действующем при Рязанской православной духовной семинарии, состоялась встреча слушателей с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Общение с архипастырем проходило в приходском доме храма Спаса Нейру. В Рязани продолжается региональный этап рождественских чтений. И очередная встреча в рамках этого форума состоялась 1 декабря в Рязанском институте развития образования. Круглый стол «Секулярность и церковность. Информационная война» был организован информационно-аналитическим отделом рязанской епархии. Главным образом дискуссия была ориентирована на журналистов, работающих в рязанских СМИ, сотрудников приходов и благочений, занимающихся ведением сайтов и аккаунтов храмов в социальных сетях, студентов отделений теологии и журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Все, кто не смог присоединиться к встрече непосредственно в стенах ВУЗа, подключались дистанционно на платформе ЗУМ. Встречу возглавил исполняющий обязанности руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии про Терей Арсений Вилков. Как пояснил батюшка, название круглого стола – не отвлеченное теоретизирование, а реальность, с которой надо считаться и на которую надо реагировать. Понятие информационной войны сейчас тоже достаточно громко звучит в повестке. И действительно, многие войны сегодня, в том числе и между государствами, проходят на информационном поле. Мы попробуем порассуждать на эту тему, попробуем, может быть, какие-то ключевые понятия выработать. И, конечно, наша секция, в первую очередь, носит практический характер. То есть мы будем говорить о том, что непосредственно касается нас, нашей работы, нашего взаимодействия со светскими средствами массовой информации, какие-то, может быть, недопонимания или, наоборот, точки соприкосновения. Я думаю, это важно проговорить и выработать общее понимание. Потому что мы, конечно, и добросовестные средства массовой информации, и епархиальные СМИ, мы, в общем-то, делаем одно дело. Мы хотим просвещать людей и давать им ту информацию, которая будет им полезна, которая будет не разрушать сознание человека, а, наоборот, вносить какой-то позитив, вносить что-то важное, чтобы человек действительно понимал, в чем смысл жизни. В докладе «Основные принципы взаимодействия священников со СМИ» батюшка обозначил сложные моменты взаимодействия в информационном пространстве. Анализ тенденций при освящении церковных тем журналистами светских СМИ и сложности в трудах священников, берущихся за ведение активных личных ресурсов в интернете, стали темой выступления редактора газеты «Логос» Иерея Дмитрия Фетисова. Определенный взгляд со стороны на обсуждаемые проблемы представил журналист и общественный деятель Иван Крестьянинов. Недопонимание, нехватка теоретических знаний и зачастую слишком отличные друг от друга цели у журналистов светских и церковных изданий – лишь часть сложностей в этой сфере. Основная мысль о том, что церкви и светским СМИ, соответственно, и обществу, нужно найти какую-то общую площадку для диалога, потому что особенно в последнее время наблюдается некое разделение общества и церкви, скажем так, мира и церкви. Внешние угрозы, внешние нападения на церковь периодически они осуществляются и нужно быть готовыми адекватно этому вызову отвечать. Кроме того, журналисты епархиальных СМИ предложили внимание участников подборку наиболее востребованных публикаций в епархиальных группах в интернете, мастер-класс «Принципы ведения приходских страниц в социальных сетях», а также коснулись типичных ошибок, встречающихся при написании текстов о жизни церкви. Их рассмотрение и анализ провели редакторы интернет-ресурсов Рязанской епархии. Церковные новости – это такие же новости региона, как и любые другие, поэтому их грамотность, их составление тоже очень важна. И мы решили сконцентрироваться не столько на самих ошибках, которые допускают светские СМИ в публикации материалов на церковную тематику, сколько на том, как этого избежать в своих материалах. Конкретно рекомендации о том, что не нужно бояться спрашивать, не нужно бояться задавать вопросы, не нужно бояться уточнять. И лучше, конечно, наверное, все-таки согласовывать какие-то материалы, которые вызывают сомнения у самого журналиста. Я считаю, что показатель грамотности – это один из основных для журналиста, и в том числе это свидетельство о его профессионализме. Мы не обязаны разбираться во всех сферах жизни, и светские журналисты не обязаны разбираться в церковной тематике. Но написать грамотно, грамотно составить материал – это все-таки обязанность каждого журналиста. Встреча завершилась дискуссией и подведением итогов. По впечатлениям участников, темы, затронутые в выступлениях на круглом столе, заставили их по-новому взглянуть на принципы создания новостных и тематических материалов. Организаторы выразили надежду, что озвученный в докладах опыт работы в той или иной мере пригодится журналистам в их труде и позволит совершенствовать взаимодействие церковных и светских средств массовой информации. Оксана Шилова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. 2 декабря в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани молодежный отдел провел секцию рождественских чтений на тему «Христос и его церковь в современном обществе. Молодежное служение». Участие в работе встречи приняли представители учебных заведений, православных молодежных организаций, студенческий актив и все желающие. И если говорить о самой главной задаче секции, то она изначально состояла в том, чтобы показать православную молодежь как людей активных, перспективных, трудолюбивых и творческих, но при этом живущих по Евангелию, по тем заповедям, которые дал нам Господь. В наше время активно сейчас идет огромный поток информации, в котором молодому человеку очень легко заблудиться. Поэтому молодому человеку нужен батюшка, наставник, который бы ему пояснил, разъяснил все сложные вопросы, которые у него возникают. И когда люди молодые приходят на подобного рода встречи, то здесь идет не только обсуждение о богословиях, о догматах, о вопросах, которые его волнуют, но и также здесь идет живой опыт общения, общение со священнослужителем, общение с молодежью, такой же, как и он. В этом году международные образовательные рождественские чтения посвящены теме секулярного мира и религиозности. Поэтому все вопросы, обсуждаемые на секции молодежного отдела, напрямую перекликались с общим направлением форума. Докладчики представили свои работы и обсудили наболевшие проблемы современного общества. Как отметил организатор секции и руководитель молодежного отдела Рязанской епархии священник Павел Коньков, встреча прошла не совсем в официальной, а скорее неформальной обстановке, так как было важно видеть дискуссию, обсуждение. Это всегда приковывает внимание и дает возможность к осмыслению. Добиться хотелось бы истины, добиться хотелось бы правильного и православного восприятия этого вопроса среди слушателей. Для этого выступающие долго готовились, для этого мы собираемся, повторюсь, для того, чтобы выработать грамотное и правильное понимание вопроса в той аудитории. Аудитория у нас всегда свежая, всегда неоднозначная, это студенчество, это юность. Поэтому для кого-то обычные вопросы в этой аудитории встречают очень необычную реакцию. Среди докладчиков были участники православного отряда «Теограмм». В своих выступлениях представители молодежи говорили о том, что традиционные ценности, которые отстаивает церковь, являются вызовом для секулярного мировоззрения. Это касается не только нашей страны, но и западных стран, а также остального мира, испытавшего в XX веке воздействие без религиозных стандартов. Докладчики подчеркнули, что нынешний конфликт ценностных систем, религиозный и секулярный, не является только теоретическим противоречием, столкновением религиозного и светского разума. Он связан с историей и культурой. И задача, которая обозначается сегодня перед новым поколением, состоит в утверждении человека и его ценности как образа Божия. Для этого необходимо плодотворное взаимодействие всех общественных сил, ориентированных на созидание полезного и доброго, а также сплочение людей. На самом деле тема очень проблематичная, потому что для кого-то она очень понятна, а у кого-то и у атеистов, и у религиозных людей есть на неё чёткий ответ. И у людей, которые ещё не определились со своими какими-то позициями, со своей парадигмой, в которой они живут, это очень проблематично, это очень важная тема, которую следует поднять. Я расскажу о месте религии в современном парадоксальном, педагогистическом обществе и о том, как же возможно сейчас или невозможно ей существовать в мире. В своём докладе я буду рассказывать о поделении Бога от церкви в массовой культуре. Основной упор я сделал на выявление причин данного явления и взялся его писать для того, чтобы привлечь внимание людей к данному вопросу. Быть может кто-то задумается и спасётся. По мнению участников секции, сегодня необходим диалог о смысле человеческой жизни. Кроме того, стоит почаще задумываться над тем, для чего люди находятся на этой земле и на каких ценностях строится их существование. От этого зависит, будут ли в обществе царствовать грех и вседозволенность, или же человек будет ориентироваться на абсолютные нравственные нормы, которые православные люди называют заповедями Божьими. Все заключения, которые были озвучены во время секции, будут представлены в итоговом документе и доступны для всех, кто пожелает с ними ознакомиться. В завершении встречи руководитель молодёжного отдела епархии поблагодарил ребят за их открытость, мнение и труд и пожелал оставаться всегда такими же активными, целеустремлёнными и творческими, подающими достойный пример другим. Тимофей Трофимов, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». 4 декабря верующие встречали праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. В историю Николаемского храма Рязани эта дата вошла особым образом в конце XX века, когда началось его возрождение. В 1996 году, именно в день торжества введения во храм Богородицы, состоялось освящение одного из пределов храма в честь святителя Николая Чудотворца. После переделок советского времени храм так и остался разделённым внутри на две части. Во второй и большей его части, спустя 10 лет, тоже 4 декабря, состоялось освящение престола в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. С тех пор малая часть неофициально именуется старым храмом, а большая – новым. В ней в этом году в день престольного торжества Божественную Литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. ПЕСНЯ 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 В этот день церковью вспоминается событие приведения Девы Марии и её родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу. По преданию, девочка сама легко взошла по высоким ступеням храма. Это событие исполнено для христиан глубокого смысла. Мария, переступившая порог храма, сама станет храмом, вместившим в себя Христа. В одном из церковных песнопений Богородицу называют таинственной лестницей, по которой стосковавшееся человечество восходило на небо. Так Дева Мария становится источником спасения и соединения людей с Богом. «Для нас этот образ, вообще этот праздник, он очень важен. Это детский праздник для нас, родителей, для бабушек, дедушек. Потому что в этот день мы должны с вами призадуматься, а привели ли мы к Богу, привели ли мы к алтарю Господню, наших собственных детей, что нужно сделать для того, чтобы наши детки всю свою жизнь посвятили Господу». И очень важно именно правильно себе задать этот вопрос и ответить. Как я могу своих детей воспитать? Не для себя, не друга, не подружку. Очень многие родители сейчас этим искушаются. Сейчас есть в современной педагогике такое даже выражение. Партнерские отношения с ребенком. И вот люди этим искушаются, желая такую дружественную связь сохранить. Они воспитывают детей для кого угодно, только не для Бога. А вот мы должны именно этим заниматься, воспитывать наших деток для Господа. Богородицу родители привели в храм, когда ей было три года. Столь юный возраст, а они уже посвятили ребенка Богу. А в наше время часто можно услышать от родителей, что ребенок должен сначала вырасти, и потом уже самостоятельно выбирать, в какой храм ходить и какому Богу молиться. Но потом оказывается, что человек уже сформировался, а учить его уже поздно. Поэтому стоит помнить, что вера, познание Бога является самым главным базовым знанием для любого живущего на земле. Церковь особенно ярко показывает в нынешнем празднике то, насколько необходимо помнить истины, которые Бог открывает людям, и следовать им в своей жизни. Приход в храм детей – это особая тема, которая актуальна сегодня, когда мы празднуем этот день. Мы видим часто, что дети ведут себя по-разному. Кто-то приходит с желанием и причащается с желанием, а кто-то кричит или, подходя к чаше, говорит «не буду». Но ведь это и есть результат нашего воспитания. Если ребенок говорит, что он не хочет причащаться, если ребенок говорит, что он не хочет ходить в храм, это говорит о плодах нашего воспитания. «Значит, не сумели, значит, не научили, значит, не донесли до сердца человека важность служения Богу, важность участия в церковных таинствах». Как сказал в проповеди митрополит Марк, нужно приложить все усилия для воспитания и наставления ребенка в вере. И если он уже не слушает наших слов, то остается усердно и крепко молиться за ребенка, чтобы Господь обратил его сердце к Богу. В противном случае результаты его жизни вряд ли принесут радость и понравиться Богу. Владыка призвал верующих в этот праздничный день особо прославлять Матерь Божью, свободно восшедшую по ступеням в храм, и молиться, чтобы она помогла воспитывать современных детей, молодежь в духе страха Божия и в состоянии любви к Богу, чтобы их приводили в храм не только пожелания родителей или просьбы бабушек и дедушек, но собственное, свободное желание маленьких христиан быть с Богом, молиться Ему и служить. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. На неделю 24 по Пятидесятнице в этом году, 5 декабря, пришелся первый день по празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. В Христорождественском соборе города верующие молились за божественной литургией, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Митрополит Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Верующие продолжают молитвенно вспоминать события, связанные с ранним детством Богородицы, ее вошедствия в Иерусалимский храм. В Божьей Матери соединилось множество качеств, к которым призван стремиться каждый верующий. Глубокая вера и мудрость, милость и сострадание, единство ясного ума и чистого сердца. Такая цельность – высокий идеал, препятствием к достижению которого, оказывается распадающаяся в грехах натура падшего человека. И один из примеров такого распада был показан в евангельской притче о человеке, получившем богатый урожай и решившем построить новые житницы. Казалось бы, рачительный хозяин, но спаситель его называет безумцем. А ведь это слово в Писании применяется к людям, отрицающим бытие и участие Бога в жизни мира и человека. Его безумие состояло в том, что он помыслил о том, что он живет в пространстве, в котором как бы нет Бога. «Ешь, пей, веселись!» Сказал на себе, забыв про Бога, удалив Бога из своей жизни. Это все равно, что сказать в своем сердце «нет Бога». И в этом заключалась его самая главная ошибка, самая большая ошибка. Господь уже изрек о нем свой приговор. Какая тонкая грань между представлением о рачительном хозяине и о безумце, который поступает так, как будто нет Бога. Владыка предложил каждому задуматься об уроке, который дан Господом в этой притче. А не ведут ли себя современные люди так же, когда планируют в таком-то возрасте сделать одно, другое, а через какое-то время еще что-то? Архипастер призвал всегда иметь духовную мудрость, помнить о Боге, о том, что все имеющееся у человека его дары, и не переставать благодарить Господа за его милость. В противном случае человек фактически устраняет Бога из своей жизни. Эта притча в очередной раз напоминает верующим, что самая главная задача в жизни человека – это не быть безумным в очах Господа. Владыка напомнил об этом в заключении своего наставления, каждого призывая к духовной мудрости. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Пятого декабря в Центре подготовки церковных специалистов, действующем при Рязанской православной духовной семинарии, состоялась встреча слушателей с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком. Общение с архипастерем проходило в приходском доме храма Спаса на Иру. Подобная встреча в неформальной обстановке проходит уже не в первый раз. Слушатели успели задать вопросы владыке Марку и выслушать его мнение относительно актуальных тем, связанных с современностью, а также обсудить ряд важных моментов церковной жизни. Занятия на Курсах церковных специалистов позволяют мне держаться той правильной дороги к Богу и тем самым распространяя вокруг себя то доброе и прекрасное, вкладывая в своих детей, в свою семью, ну и всех тех, кто меня окружает. То есть вот что-то происходящее во мне меняется, я вижу эти изменения, слава Богу, все это происходит. И вот как Серафим Саровский говорил, стяжи Духмирин, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть в этом можно неоднократно убедиться. Сегодня приоритетным направлением Русской Православной Церкви является духовное образование. Этого требуют и новые тенденции развития богословских наук, повышенный интерес общества к знаниям и желание получить грамотные ответы на вопросы о Боге и вере. Именно по этой причине было принято решение о создании в Рязани Центра подготовки церковных специалистов. В настоящее время длительность обучения составляет семь семестров. Занятия проводят преподаватели семинарии, а программа обучения лицензирована Учебным комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви. В учебном плане – Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, История Древней Церкви, Церковно-славянский язык, догматическое богословие, апологетика, православная психология, церковное искусство, история нехристианских религий и другие дисциплины. Сейчас нет разделения на направления. Обучающиеся получают сведения сразу из катехизаторской, миссионерской и социальной деятельности в приходах. Занятия проходят три раза в неделю в дистанционном формате, что даёт возможность присоединиться к курсу слушателям из разных городов. В наборе этого года есть представители Подмосковья, Калининграда и других мест. На первом и втором курсах сейчас обучается около 50 человек. И по мнению будущих специалистов, подобные добрые встречи с владыкой стали настолько востребованными, что они просят проводить их по возможности ежеквартально. Организовать взрослую или детскую воскресную школу, преподавая в ней. Создать паломническую службу, проводя просветительские поездки к святыням. Собрать группу поддержки православных христиан, находящихся в заключении. Основать группу молодёжи прихода для христианского служения через социальные и другие просветительские программы. Это далеко не полный перечень возможностей, получаемых при обучении в Центре подготовки церковных специалистов. По окончании курсов выпускники, постепенно приобретая практические навыки, которые пригодятся им в их дальнейшей жизни, связанной со служением Церкви, смогут трудиться в конкретном направлении в приходах или, например, в епархиальных отделах, имея солидный багаж необходимых знаний. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос. Далее в нашей рубрике «Слово архипастеря» митрополит Рязанский Михайловский Марк отвечает на новый вопрос. Святые отцы призывают к аскетизму. А как проявлять аскетизм в наше время мирскому человеку? Здравствуйте, Владыка! Святые отцы призывают нас к аскетизму. Как проявить аскетизм в наше время мирскому человеку? На что обратить особое внимание? На мой взгляд, аскетизм возможен и естественен всегда. И в наше время есть много места для проявлений такого аскетизма. Ведь что такое аскетизм? Что такое аскеза? Аскеза – это упражнение. А человек призван к тому, чтобы постоянно работать над собой. Не важно, какой у человека достаток, не важно, сколько у человека денег, человек должен в любой ситуации над собой работать. Потому что если человек не работает над собой, если человек пытается только потреблять, потреблять и потреблять, то вряд ли он сможет достигнуть успеха. Пример любых успешных людей, пример успешных людей в любой отрасли – это пример людей, для которых идеи аскетизма были свойственны. Нередко говоришь с человеком, и выясняется, что человек от многих вещей воздерживался, занимался, учился, отказывал себе во многих вещах, и в итоге добился какого-то успеха. Это может быть мирской успех, это может быть успех в науках или в духовной сфере. Поэтому аскетизму всегда есть место. Аскеза – это работа над собой, это упражнение. И невозможно без этого упражнения, без отказа себе в чем-то, достичь успеха в любой области, в любой сфере жизни. На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской и апархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok